Говорить лайфхаки, полезные советы, как выполнять эти сданки, про конкурс на целых 10 контейнеров. Для участия нужно будет поставить лайк данному видеоролику, подписаться на мой канал и в комментариях написать какое-то сообщение со словом участвую и свой никнейм. Всем привет дорогие друзья, с вами Вайдер и сегодня мы с вами записываем ролик по танчикам и будем обозревать новые заданки. Я буду вам говорить лайфхаки, полезные советы, как выполнять эти сданки, ну а вы будете их комментировать, возможно что-то вам в моих советах не понравится. И можете написать свой комментарий, как бы вы допустим выполняли вот эти вот фишки, приколюшки. Короче ребята, по всем поподробнее, как я это для себя вижу, сегодня мы с вами естественно это все дело рассмотрим. Также не забывайте про конкурс на целых 10 контейнеров. Для участия нужно будет поставить лайк данному видеоролику, подписаться на мой канал и в комментариях написать какое-то сообщение со словом участвую и свой никнейм. Вот поэтому ребята как-то так. Всем удачи, как только наберется 1000 лайков, сразу сделаем итоги. Короче ребята, задания у нас вышли, это лед и пламя, задания очень прикольные и на самом деле призы в них тоже очень и очень, ребята, имбовые. Давайте теперь немного о призах, я опять же повторю. Естественно 6 ультраконтов они у нас даются в самом конце, мы это все дело не рассматриваем, но заданка опять же очень жирненькая и очень приятная. Вот, первую заданку, если вы у нас сразу сходу, ребята, хотите получить как раз таки премку, вы должны у нас выполнять на харьке плюс фриз. Да, ребята, харек плюс фриз это на самом деле очень очевидная вещь, потому что на харьке у нас быстрее всего фармится оверка. А на закатку, если вы играете так пассивно, ну где-то примерно 4 раза ее смело можно заюзать. Это, ребята, еще без учета того, что вы будете подбирать эту оверку в битвах. И, короче говоря, за карту можно выполнять смело 5-6 овердрайвов, это вообще как нехрен делать. Скиллы, соответственно, будут тоже у нас лететь, потому что оверка у харька довольно-таки интересная, имбовая, и она у нас подразумевает выполнение этого всего дела и без всяких резистов. Поэтому вот в этой фишке, как говорится, обратите свое внимание как раз таки на харя и на фриза. Почему именно фриз? Допустим, с харьком у нас будет действовать. Здесь все, ребята, довольно-таки просто. Если рассматривать, как говорится, у нас вещи в плане фриз или огнемет, и у кого урон больше. Естественно, ребята, урон будет больше как раз таки у фриза. И вы, наверное, скажете, ну блин, у огнемета ведь есть догорание, типа догорание, это вообще очень имбовая тема. И я, в принципе, с вами соглашусь, если вы это все дело выполняете у нас на мелких званиях. То есть на маленьких, на сержантиках, на уронтиках, там вы можете как раз таки комбинировать у нас с харьком огнемета. Это да, обратите тоже на это свое внимание. То есть там можно использовать, в принципе, огнемета. Но на более-менее средних и высоких званиях я вам советую использовать как раз таки фриза. Потому что даже, вот здесь как раз таки, ребята, самая ключевая вещь. На больших и средних званиях, ну практически большинство игроков имеются иммунитеты. Резисты от тех самых пушек, фриза и огнемета. То есть ту самую фишку, которую вы используете на огнемете, это догорание, оно вас никак вообще не проканает. То есть нигде и никак вы ее не используете. И типа, ну такое себе, ну понятненько. Как бы да-да-да, я у нас надел огнемета, а там как бы ничего не догорает. Вот, и думаю здесь все понятно. Почему именно нужно огнемет использовать с викингом, я думаю, тоже вам не стоит объяснять. Потому что викинг это у нас средний корпус. Он более-менее тяжелый. И вы как раз таки на нем сможете нанести тот самый урон и убить своего противника. Дабы вам килл засчитался. Потому что киллы на самом деле тоже очень нужны. Поэтому, ребята, если вы играете на больших и средних званиях, я вам советую. Хорек плюс огнемет, викинг, ой, наоборот. Если вы, ребята, играете на средних и больших званиях, хорек плюс фриз, викинг плюс огнемет. И, соответственно, эта тема у вас проканает. Но здесь у нас, соответственно, вторая фишка действует. А как же быть у нас с викингом? Потому что викинг это очень-очень-очень долгий овердрайв. Это самый долгий корпус у него, самая долгая оверка, которая копится. Здесь, ребята, естественно, нам приходит дрон-драйвер, который дает дополнительный буст этому всему делу. И с ним легче у нас фармится оверка как раз-таки на этом всем деле. Поэтому, как бы я ни хотел, но на аккаунте без доната мне, ребята, нужно этот драйвер покупать. Потому что, ну, без него совершенно никуда. Естественно, его также нужно немножечко про МПКшить. Я не знаю, сколько я на это все дело времени и кристалликов потрачу. Но давайте я вот так вот сделаю, чтобы, как говорится, никого не обидеть. На три шажочка. И там, как говорится, как видно будет, как карта ляжет. Может, я еще буду зарабатывать кристаллы с приемкой тоже самое. И буду выполнять то, на что я так хочу рассчитывать. Да, кстати, ребят, чтобы не тратить, допустим, батарейки на харька. Да, потому что у харька, ребята, и так у нас все быстренько выполняется. Вы у нас на харьке можете дрона не использовать. А дрона нам нужен только чисто для викинга. Теперь о режимах, в которых мы с вами будем набивать эти самые киллы. Опять же, я у нас более-менее, ребят, даю советы для средних и больших званий. Потому что на мелких диапазонах, в принципе, все работает абсолютно во всех режимах. Со всеми пушками. Там можете брать, что вашей душеньке угодно. Но я здесь говорю именно тактику, как проходить это все быстрее и скорее. Вот, поэтому, если вы у нас средние и большие звания, ни в коем случае не заходите. Естественно, у нас командный режим, потому что там преобладают пушки как раз-таки дальней сложности и дистанции. Потому что, ну, блин, на карты там, конечно, может вас закинуть мелкие, но такое себе будет. Джаггернаут тоже, ребята, нету. И у нас остается, в принципе, не так много режимов. Это штурм, контроль точек, регби, осада и захват флага. Сразу давайте я еще отмету пару вариантов. Это как раз-таки захват флага. Почему, допустим, не захват флага? В принципе, тоже довольно-таки имбовый и, самое главное, популярный режимчик. Потому что здесь присутствует, ребята, такая тема, что в захвате флага у нас есть дейферы, есть атакеры. Атакеров, естественно, в последнее время становится все меньше и меньше. И шанс того, что вы будете делать киллы, ну, он такое себе. А шанс того, что вы, допустим, рассчитываете на то, что вы приедете на их базу и отметелите там всех и вся, но он тоже, на самом деле, мал. Потому что, придя на базу врагов, вы там увидите куча мин и куча врагов, челиков, которые дефают этот флаг. Соответственно, на фул нари и такое себе, на самом деле, получается дело. Поэтому нет. Про контроль точек, в принципе, я, скорее всего, буду у нас здесь выполнять. Ну, здесь у меня есть две, как говорится, вещи, которые я, в принципе, люблю. Контроль точек это мой самый любимый режим. Играть столько времени в нелюбим режиме здесь тоже, знаете, такое себе. Поэтому, если вы, в принципе, играете во все режимы, то можете пользоваться моими советами. Если не во все, у вас есть какой-то определенный ваш любимый, то, наверное, можете выполнять и в нем. Потому что, ну, блин, играть все-таки в нелюбимую вещь такое себе. Вот. Но контроль точек, он подходит, но тоже, ребята, 50-50 на самом-таки деле. Штурм режим, в принципе, тоже очень обалденный, очень офигенный. Но он у нас обалденно будет играть в том случае, если вы у нас попадете за команду, которая дефает. Потому что, если ты у нас дефаешь, ты, соответственно, можешь у нас минировать свои базы и просто ехать к противникам и полностью их убивать. Почему именно ехать противников, а не ждать их на базе? Потому что, когда ребята берут как раз-таки вот эти флаги, они берут их практически всегда на нетрухе. Есть, конечно, индивидуумы, которые берут у нас сперва деаху, а потом нетруху. Но это дело такое. То есть, практически всегда у нас ребята берут нетруху и, соответственно, убивать их тоже очень легко. И там никто не будет, ребята, знаете, в некоторых микроситуациях потеть прям жестко за флаг, нарить аптеку, нарить, все убивать вас. Потому что, ну, типа, он только взял этот флаг, не факт, что он его довезет и как бы такое. А когда он уже взял флаг и приехал практически к точке, там, естественно, борьба будет не на жизнь, а на смерть. Ну и, естественно, там будут дефать ваши как раз-таки командники. Поэтому это дело тоже такое себе. Но за команду дефа просто отлично. И у нас остаются два режима. Это регби и осада. Осада здесь тоже довольно-таки спорная тема, но очень приятная. Потому что, в принципе, точка держится. Вы приезжаете, убиваете, ну, стараетесь, по крайней мере, убить всех. Не всегда это выходит, не всегда это получается. Но практически неплохо это у вас будет работать. Потому что куполы титанов имеются, но дело тоже такое себе. Ну и регби это как бы стандартная ситуация. Есть у нас куча битв, куча примеров. Когда вы заходите и там у нас за флажочек, допустим, вражеская команда прям жестко борется. Либо его там кто-то сопровождает. Вот. И на этих флажочков тоже, на самом деле, можно довольно-таки неплохо поделать киллов. Поэтому режимы, чисто на мой взгляд, это регби, осада, ну и, естественно, штурм будут самые-таки приятные и актуальные для набивания этого всего дела. Вот. Но контроль точек, я опять же говорю, можно использовать. Потому что там тоже есть свои штуки и есть свои приколюхи. И как раз-таки в этих приколюхах я сейчас в двух столах буквально, ребята, вам расскажу. Не буду доигрывать катку, естественно, до конца, дабы выпустить ролик побыстрее. Но смотрите, какая фишка. Если, допустим, с осадой у нас есть небольшие проблемы, когда вы заходите и эту точку, ну, чуваки практически уже хотят захватить. И там действительно идет жизнь не просто на захват точки, а прям-прям насмерть. Они будут нарить абсолютно все, дабы захватить эту точку. Потому что точек всего нужно 5 на это дело потратить и такое себе дело. Вот. Ну и да, вот видите, чувак у нас тоже, соответственно, играет викинг плюс огнемет. Но из-за того, что у меня, ребята, урон будет поприятнее, я, в принципе, на хорьке перестреливаю с легкостью у нас как раз-таки того самого викинга. Что очень-очень приятно. Вот чувак тоже, соответственно, шарит. Играет как раз-таки хорек плюс фриз. Вот. И почему еще у нас контроль точек идеально подходит к этой всей теме и к этому режиму? Потому что здесь точки захватываются, в принципе, быстро. А на точке приезжает довольно-таки неплохое количество ребят. И в принципе, ребята, в принципе, вы можете довольно-таки неплохо у нас этих ребят на точках закилять. И не факт, что там будет очень много народа. И не факт, что они-то прям сильно, знаете, будут стараться не умереть. Прям вот как смысл жизни. Потому что на осаде я такое часто замечаю. Если ты приезжаешь на точку и хочешь там развалить полностью фулл команду. Да, не совсем у тебя это и получится. Потому что, блин, там действительно как бы точка имеется. Я хочу всех убить. Хочу всех, соответственно, загрызть. Вот и оверка у меня уже подъехала, подошла. Давайте, мои молодые люди, давайте, мои молодые люди, немножко на респулю, как говорится, отправляйтесь. Неплохо, уже 4 килла буквально за минутку сделал. Но это опять же, я у нас, ребят, только зашел, еще не разогрет. Поэтому к концу битвы, скорее всего, у меня будет килов 20-30. Это, ну, очевидная тема. И как бы заданка у нас не особо сложная выходит. Типа 800 киллов, но окей. Но я так думаю, я даже у нас быстрее оверки прожму на этом аккаунте и на харьке. Потому что оверки, действительно, ребята, фармятся очень-очень быстро. Тем более, если вы будете делать киллы, это вообще как мастхэв. Смотрите, у меня только оверка, она пронарена. Я уже практически себе новую накопил. И при этом киллы, как бы, ребята, идут. Поэтому вот такие вот дела, вот такие советы. Пользуйтесь, играйте и набивайте эти задания. Грамотно. Прямо, действительно, ребята, грамотно. Потому что я своим подписчикам хочу пожелать только добра и только, соответственно, того, чего вы заслужите. Есть, конечно, ребята, у нас еще лайфхаки. По поводу пронаривания овердрайва. Когда оверку на харьке и на викинге за одну катку, ребята, можно юзать по 10-15 раз. Но там есть небольшая удача. Суть в том, что я не могу просто, ребята, не рассказать об этой фишке, раз я уже даю тут советы. Когда у вас полностью накоплена оверка на вашем корпусе, будь то викинг, либо хорек, неважно, абсолютно, вы видите, что вас сейчас убьют. И вот в последний микро-момент вы юзаете оверку, вас сразу в этот же момент убивают. И у вас, ребята, оверка практически не слетает. У нее там от качества до 98%, и вы, соответственно, ее снова можете заюзать. Но там главное, ребята, выбирать в такие моменты, потому что если вы даже одну или две секунды там с этой оверки будете, она у вас летит полностью. Поэтому обратите на это внимание. Ладно, ребята, на этом мы с вами заканчиваем данный видеоролик. Кому он понравился, обязательно ставьте ему свои царские лайки. Также не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну а с вами был Вайдер, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok